Микрорайон Щелково-7 – особенная территория в составе городского округа Щелково, бывший военный городок. 20 лет, как он передан в муниципальную собственность, но проблем до сих пор остается немало. Власти постепенно решают их. Обсудить с жителями текущую ситуацию, а также планы на ближайшее будущее, в Щелково-7 приехала выездная администрация. Глава округа Андрей Булгаков с руководителями ряда муниципальных служб, а также депутат местного совета Павел Жуков. И первым делом на встрече с властями жители подняли проблему, которая касается чуть ли не всего городка. Что, с чего начнем? С управляющей компанией, наболевшей нашей темой всего городка, которая вообще не выполняет свои функции. Начиная от юридических, подделки подписи граждан, которые не голосовали за нее ранее. В подъезде паутина, в подъезде грязь, не подметается, не моется так, как нужно. Штукатурка обваливается, ничего не происходит. Пишутся гарантийные письма и ничего не делается. Речь идет об управляющей компании спецсервис ЖКХ. У нее в обслуживании большинство домов микрорайона Щелково-7. О недовольстве качеством работы УК жители наперебой рассказывали главе, приглашая заглянуть во дворы и подъезды. И так практически по всем адресам. Руководство муниципалитета также не может поддерживать компанию, у которой, к тому же, многомиллионные долги за энергоресурсы. Выход с точки зрения работы один – это забирать и передавать дома в муниципальную компанию, которая создана на базе ресурсоснабжающей компании «Водоканал». МУП «Водоканал». Тем самым мы можем бюджетные субсидии давать на ремонт подъездов. И самое главное – нету вот этих долгов между ресурсами и управляющей компанией. То есть нет судов, постоянных банкротств и издевательств. Вот эта система единой сервисной компании муниципальной – это за этим будущее. Председателям Советов домов предложили провести собрание собственников и переголосовать нерадивую УК спецсервис ЖКХ. Вообще же лично коммунальные проблемы чаще всего звучали в ходе выездного совещания с жителями во дворах микрорайона Щелково-7. За домом 15 по улице недели на постоянные подтопления из-за старой ливневой канализации. Глава пообещал в следующем году спроектировать новую систему стоков. В планы также включили расширение контейнерной площадки. У многоэтажного дома номер 18 практически нет дворовой территории, земля идет под уклон, а жители очень просят игровые элементы для детей. Этот вопрос пообещали решить. Панельный дом недели на 19 страдает от протечек кровли. Администрация готова помочь жителям организовать собрание для включения дома в план капитального ремонта. На совещании также оценили работы по благоустройству, которые проведены в Щелково-7 в этом году. Жители поблагодарили за асфальтирование пешеходных дорожек с торца дома 13. Это так называемые народные тропы. Во дворе дома 15 по недели на завершается комплексное благоустройство. Очень хорошее начинание. Вот с Павлом Александровичем начинали, потом обращались к вам. Вы во внеочередном порядке внесли, как говорится, в план благоустройства на 21 год. Ну и работа вроде бы, как говорится, произошла. Две недели и все будет. И площадка, и спортивная, и детская. Такое же комплексное благоустройство запланировано в общем дворе многоэтажек 24, 25 и 26 по улице Неделина. Детская площадка вроде бы есть, вот только вместо нормативного резинового покрытия здесь почему-то рассыпана острая и опасная для детей каменная крошка. Территорию приведут в порядок на следующий год. А уже на следующей неделе стартует первый этап благоустройства территории на прудах с созданием в перспективе полноценной зоны отдыха. Прочие предложения и пожелания жителей Щелково-7 также записаны сотрудниками администрации округа. Ирина Микеда, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.